Я недавно смотрел фильм многосерийный о Мессинге. Это было необыкновенно интересно. Причём там играл Князев, но я его зауважал, потому что раньше я к нему так просто относился, не очень, а с удивлением большим, потому что я в своё время в Щукинской школе для актёров проводил Паламышев, профессор, меня туда провёл, который режиссёр, и познакомил меня с Этушем. И я там проводил курс для студентов, для раскрепощения, чтобы они могли выходить из стресса, входить в роль и так далее. И вот потом после Этуша там стал Князев, директор. Я к нему пришёл, подарил свою книжку с автографом, я говорю, я тот самый человек, который написал эту книжку с автографом, с пожеланием здоровья, счастливого долголетия. Я бы хотел опять студентов обучать. Он сказал тогда, вот видите, у меня тут ремонт идёт, потолки ремонтируют. Я удивился, при чём тут ремонт вообще. Он говорит, ну вы позвоните мне через месяц. Я через месяц ему позвонил, а он мне говорит, вы знаете, мой зам, говорит, вас знает, ничего интересного я в этом не нашёл, он сказал. Я говорю, ваш зам, наверное, на нашем курсе не был ни разу. Ну не важно. Он говорит, я сейчас фильмом занимаюсь. Давайте потом. А потом я через полгода или год, я уже не помню, по телевизору вдруг увидел, что там из Франции, по-моему, приехали, по первому каналу показывали. Из школы, приехали из школы, господи, чеховская школа. Это не тот писатель Чехов, а его родственник. Чеховские школы это там, где учат актёров. Снимать зажатость, ходить трансы и так далее. Вдруг я по первому каналу телевидения вижу, как он их приветствует. По первому каналу телевидения. Я тогда расстроился. Я подумал, я посмотрел, что они там показывают. Ну то, что я делал ещё 30 лет назад. А тут я живой автор к нему приходил, дарю свою книгу и хочу это сделать уже на сегодняшнем уровне. И он сказал, его зам сказал, что это не интересно. Ну, короче говоря, он даже не заинтересовался. И меня, конечно, это расстроило. А тут вдруг смотрю фильм про Мессинга, и мне очень понравился. Он там в этом образе Мессинга. Ну, очень я его полюбил после этого. Как он входил в транс, там в роли Мессинга. И типа к Сталину прошёл, типа в банк прошёл по его поручению. Забрал 100 тысяч рублей. Типа внушил он там телепатические тётеньки, которая кассира. Она потом была в обмороке, когда она узнала, что он сделал. Ну, короче говоря, фильм очень хороший. Но там всё время сказано о том, что он владел какими-то необыкновенными способностями и остался в 20 веке самым загадочным человеком. Тайна которого так и не была разгадана, потому что Мессинга сам настаивал, давайте сделаем лабораторию. Но правительство никак не соглашалось. Они его хотели использовать. То Сталин хотел его использовать для своих целей, то Хрущёв потом хотел использовать. Там Карибский кризис был. И Мессинг якобы сказал, что войны не будет. И ракеты тогда наши убрали оттуда. Ну и так далее, и так далее. И вот вокруг Мессинга столько было слухов всевозможных. А он никогда не хотел там, судя по фильму, служить этим системам, хотя он был большим патриотом Советского Союза. Он сбежал из Германии, от Гитлера. Причём сам выбрался, из охраны выбрался, их всех загипнотизировал. Я так подумал, что люди же смотрят этот многосерийнейший фильм, там 16 серий, по-моему, и тоже так думают, что Мессинг обладал таким телепатическим даром, что он мог чуть ли не сквозь стены проходить. Ну, конечно, вот это вот кино, сила искусства, создаёт такие легенды. А почему Мессинг не хотел служить в этих системах? Он и не мог служить в этих системах. Поэтому и не хотел. Кем был и Мессинг? Мессинг был артистом оригинального жанра. То есть он только и мог это делать, он называл психологические опыты, только в этих условиях. В зрительном зале он был очень хорошим детектором. То есть он мог по микродвижениям определять, кто куда что спрятал, кто чего там написал в записках в кармане, или там кто часы куда положил. Я это точно знаю, потому что я однажды мне повезло общаться, и не только общаться, а с его прямым, как говорится, учеником, Бендиткисом Львовым Михайловичем. Это был дипломант Ленинградской эстрады. Тоже психологические опыты. Бендиткис приехал к нам в Махачкалу, а я в это время занимался, был ассистентом Феликса Заха, известного гипнотизера, который в зал заходил в черных очках, смотрите на две точки моих срачков предполагаемых, считайте там до десяти, и когда они там считали до десяти, он срывал очки и говорил спать, и все засыпали там. Ну, это я был при этом. Я был как раз студентом мединститута, и пришел к Заху, чтобы, как говорится, философствовать на эти темы. Он когда меня почувствовал, он сказал, давай будешь у меня ассистентом. Ему очень нравилось это, что у него ассистент, студент медицинского института. И он всегда это всем объявлял, что мой ассистент, студент медицинского института. Почему ему это было и нужно, и приятно? Ну, во-первых, я ему помогал, если кому-то там, которые нюхают ромашки мнимые и так далее, в зале после его внушения, вдруг плохо кому становилось, я тут же заводил за сцену, доводил до транса глубоко, вводил из этого приступа ассматического. Я ему помогал. Но ему это было приятно, что сам будущий доктор, у него ассистент, потому что он тоже был артистом оригинального жанра. Конечно, он в жизни никого не мог вот так загипнотизировать. Хотя мы знаем, что этот гипноз бывает, 30% людей легко впадают в этот транс. Ну, девочек на улице, цыганки гипнотизируют, а не цыганский гипноз, так называемый. Но для этого нужны условия. Вот невозможно так подойти к часовому вооруженному и без всяких условий вот просто ему телепатировать, чтобы он там пропустил тебя и даже еще отдал честь. Потому что у меня были такие случаи, когда обрастаешь их легендами. Я был пьяный, я был молодой, и я товарищу говорю, да давай зайдем в милицию, в машину, пусть меня отвезут домой. Ночью не было машины, ничего не было. И мы зашли в милицию, и я сделал так, что они открыли сейф, а там вместо чего-то там арбуз был, и мы вместе съели этот арбуз с этими милиционерами. И потом они меня, ну машины не было, они на мотоцикле домой меня привезли. И потом в газетах писали, что я легендарный человек. Это легенда уже. На самом деле, потом я понял, а что им надо было меня задерживать. Нормально, я был мальчишка, просто пьяный. Они подумали, что с ним связываться, и арбуз мы с ним не сели. Хотя я сказал, открой сейф. Ну, короче говоря, это все обрастает легендами. Обрастает легендами, и дело в том, что я не могу вот так в любой участок милиции зайти и сказать, откройте сейф. И Мессинг не мог, и Бенгиткис не мог. А в чем же, собственно говоря, суть вопроса? Дело в том, что, как я это все узнал, что Мессинг не обладал этими качествами, и что Бенгиткис не обладал этими качествами. Во-первых, потому что я такими качествами не обладаю, хотя я такие же вещи делаю. А вот вопрос заключается в том, что Бенгиткис в тот вечер, мне вдруг позвонил Зах и говорит, у нас в гостях Бенгиткис, срочно приезжай. Я вообще не знал, кто такой Бенгиткис. И смотрю, в гостинице мы сидим, там пьем чай, и Феликс Аркадьевич говорит Бенгиткису. Вот смотри, вот мой младшой. Он сейчас тебе такое покажет. Если он тебе это покажет, ты поймешь, чего я могу делать. И поэтому ты тогда снимешь со своей афиши вечер психологических опытов. Потому что, как от своего Феликса было это написано, у Льва это было написано. Потому что Феликс говорит, все приходят и ждут, когда начнутся эти фокусы твои. А Бенгиткис говорит, а все приходят и ждут, когда ты начнешь гипнотизировать. Ну, вот у них такой скандал небольшой, артистический. И вот он меня позвал. А я ему накануне говорил, я там читал книжку, что можно, не прикасаясь к стакану, его нагреть. И не досказал до конца, потому что он был очень занят, Феликс, он не дослышал до конца, но эту фразу он услышал, и он меня позвал и говорит, нагрей ему стакан. И когда он увидит, что ты можешь, не прикасаясь, нагреть стакан, тогда он снимет свою афишу. Ну, что мне было делать? Потому что они даже не стали выслышать меня, что это все фокусы и так далее. Ну, и арбитром была жена Бенгиткиса. Она взяла на подносе два стакана, один с каемочкой, другой без каемочки. Мы с ней прошли в ванну. И я нагревал один стакан. Делаю вид, что я его нагреваю, хотя я знал, что ничего там не нагревается, это все иллюзия. И она видела, что я нагрел стакан с каемочкой. И вот она принесла этот поднос, Бенгиткис взял, значит, этот стакан с каемочкой, отпил глоточек, поставил, потом взял для пробы второй стакан, отпил глоточек и говорит, нет-нет, кажется, первый теплее, он сказал. А я говорю, нет-нет, вы проверьте. И он говорит, да нет, черт возьми, первый теплее. И попал. Был бы он нормальный человек, а не детектор. Он бы хлебнул этот стакан, увидел разницу, но он же искал по своему стереотипу какой-то маленький нюанс, на котором легко заблудиться. Маленький нюанс. И вечером он меня пригласил на свое выступление. Это было первое выступление его у нас в Махачкале. Естественно, он очень нервничал. И он меня пригласил вместе с Феликсом Аркадьевичем, Захом. Зах сказал, ну чего еще я не могу, будут там все видеть, что Зах сам пришел к Феликсу, это к Ольбову. Но для него это было низко. И он поэтому мне говорит, а ты иди. И представьте себе, я сижу в зале у бендитки, а в это время заходит туда мой помощник, который работал в тюрьме, но который обладал необыкновенным любопытством. Он даже как-то написал там объявление в тюрьме, что в четверг состоится профсоюзное собрание, прошу всех быть на месте. Ну какое у них может быть профсоюзное собрание? Ну это же такой экспериментатор, боговед. Седой такой еще в том возрасте молодой, в очках, и он потом учился в милицейской школе. Ну хороший парень. Ну он зашел туда, в этот зал. 500 человек сидит, и я сижу на шестом ряду. как гость. И вот, и он зашел, и сел рядом со мной, а я ему глазами показываю, уйди отсюда, уйди отсюда. А вот же не в курсе дела, что мы только были вот на таком разговоре серьезно. и он сидит, и бензит, и потом взял иголку со сцены, такую большую иголку с шариком, с таким блестящим, и говорит, кто есть в зале, который спрячет эту иголку кому-либо, где-либо, а я ее найду. И на эту минуту-две я выйду, чтобы я не подсматривал. И вышел, и Магомед ничего другого не мог придумать, кроме как меня взял эту иголку у Бендикиса и меня вот сюда вот засунул. Я говорю, уйди отсюда, не мешай мне. Потому что вдруг ужас пришел, что Бендикис может подумать, что Феликс его хочет мною подставить перед публикой. Я ничего ему сказать не могу, что это не подстава, что это случайность. Ну, он вызвал Магомеда, поскольку он ему поручал, он говорит, держи руки вот так, Магомед держит рука вот так, теперь думай, где ты спрятал, думай, где ты спрятал, вперед. И они быстренько-быстренько пришли ко мне. Ну, Бендикис увидел меня, побледнел, а я ему глазами показываю, это нет, я тут ни при чем, это случайность. Ну, короче, он меня вывел, поставил на сцене, 500 человек на нас смотрит, и он, смотрю, сканирует меня. Вот так у него глаза, вот так, вверх, вниз, вверх, вниз. И потом он говорит, поднимите левую руку. Я поднял, и вдруг, ни с того, ни с сего, на весь зал, он закричал, вот она! Конечно, никто не понял, чего он вдруг так обрадовался. Оказывается, он так и думал, что я как подстава, а в этот момент он увидел, что у него получилось. И у него был такой восторг! О, Господи! Короче говоря, эти люди, они артисты оригинального жанра. Конечно, он никогда не заходил к Сталину, и, конечно, он никогда там не усыплял охранников, это все легенды, накрученные. А как это легко делать? Ну, так как и у меня, с Арбузом, с этой милицией. Потом писала газета, статья, что я человек легендарный, что я мог даже в милицию зайти, сейф открыли и так далее. Но это, по всей видимости, он поэтому никогда и не хотел с этими системами работать. Там его все время в фильме приглашают, то в НКВД работать, то разведчиков учить. Он все время отказывался. Но чему он их научит? Потому что нет у него этой телепатии. А что у него было? Вот это вот, большая вот эта сенситивность, чувствовать каждую деталь, как Бендиткис искал вот эту микротеплоту. Вот и поэтому, ну, вы знаете, что это можно развить у себя очень хорошо, но дело в том, что и в фильме было показано, что Бендиткис в детстве был лунатиком. А лунатики – это люди самнамбулы потенциальны. То есть это те люди, которые очень легко подвергаются гипнозу и сами легко входят в самогипноз. И сами легко могут входить в самогипноз. Все пророки, все вот эти вот вещатели, вещатели, медиумы, которые легко входят в транс, они по существу самнамбулы. Я много лет занимался гипнозом, ну, очень много лет занимался. Бендиткису помогал, не, Заху помогал. Было несколько случаев, когда он не мог выйти на сцену, говорит, веди сам, и я вел, еще будучи студентом, 500 человек, а потом у меня были в университетах, а потом мы ездили с Комсомольской правдой по Сибири, там, я показывал это все студентам. Ну, очень много я это делал, когда был теракт Каспийский, на 1 мая взорвались там, среди парада, там, офицеров, я приехал, 400 офицеров у меня было, я с помощью ключа приводил в состояние нормальное, состояние, шок снимал, потому что я использовал в свое время гипноз для обучения саморегуляции, а потом понял, за счет чего это происходит, подобрал действия, которые без гипнотизера любой человек может, если подберет для себя по определенному алгоритму, которому мы учим, входить, выходить из стресса, входить в состояние, в этом состоянии задавать себе вопросы, отрешаться от задачи, из-за ее оков, выходить, смотреть на него со стороны, решать, это все же мы можем делать. Так Бендиткис, когда пришел оказывается к Мессингу за бумажкой, шуна же, и он рассказывал, когда мы в гостинице сидели с Захаром, я, говорит, приходил к Мессингу и попросил его бумажку, чтобы он написал, что я его ученик. И тут жена Мессинга сказал, какой вы ученик, у Мессинга это, от Бога. Ну, я жену понимаю, тут вопросов нет. Ну, короче, не дали, Бендиткис, не дал ему Мессингу эту бумагу. Ну, по существу я хочу сказать, то, что в детстве Мессинг ходил в транс, был лунатиком, и в фильме это есть. В последней серии, как он вернулся в Польшу, к могиле матери Мессинга, и там он сидел, значит, у могилы матери, вот я к тебе и пришел, и тут он вспомнил прямо в фильме, кадр, как он ночью маленький идет, и луна такая светит, и он был, ну, он был самнамбул. Так вот, дело в том, что когда человек самнамбул, он легко входит в транс, и когда он входит в транс, он может ставить себе какие-то задачи, которые он может решать лучше, чем в обычном состоянии. поэтому он был артистом игрового жанра, такого оригинального жанра, так он называл, оригинальный жанр. И больше ничего, и больше ничего. Но я жива смогу научить входить в это состояние, не будучи, что вы там самнамбулы. 30% людей легко входят, они близки к самнамбулам. Я помню, когда я на сцене выступал, или еще как-то, я говорю, вот так спать, и они входили в состояние, я говорю, танцуйте, и они танцевали, и прям что-то так танцевали, как будто, ну, прямо потрясающе, так в обычном состоянии не танцуют. Они так танцевали, потому что им не мешали страх, комплексы и стереотипы. Я обучаю людей снимать у себя вот эти страхи, комплексы и стереотипы мышления и пользуясь этим изобретать. Потому что изобретение это что такое? Это то же самое, когда ты освобождаешься от стереотипов мышления, от шаблонов мышления. И тряс, как раз, о котором я говорил, тряс на самом деле учит состояние свободного сознания, когда нет никаких авторитетов, когда нет никаких комплексов и страха нет, что ты ошибешься, ты свободен. состояние свободного сознания. Вот чему мы обучаем с помощью ключа. Поэтому участники нашей школы хомофатура «Человек будущего», конечно, зная эти приемы, могут освобождаться и от гипноза страха, и от гипноза стереотипов, и от гипноза своих собственных комплексов, и освобождать свой ум до решения вопросов, любых вопросов, которые они хотят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!